Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 17 марта. И вот когда я показала свои вот эти, сказала, что я пикирую все, пришло два комментария, из-за которых мне пришлось опять прервать работу и еще раз включить камеру. Вот смотрите, Светлана Петрова написала, «Сеяла толстоногие на три дня позже вас, мои в пять раз меньше». Я хочу успокоить всех, кому показалось, что у меня такие огромные томаты, а у вас маленькие, хотя вы посеяли в один день. Вы имейте в виду, что вот эти томаты, которые стоят огромные, это не те толстоногие, про которые я говорила. Это вот здесь у меня как раз ботяня и все-все двухметровые, которые в эту же теплицу, но которые огромные. А толстоногие, посеянные в этот же день, вот они. Они у меня тоже в пять раз меньше, чем эти. Но я их просто так выставляю, что сначала высокие, потом ниже, 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 ниже. И получилось так, что толстоножки-то стоят в том конце. Вы их никак не можете увидеть. Так что сравнивать вам нужно вот с этой крошечкой. Они тоже у меня. Сейчас я вам сравню. Ай! Видите, какая разница? Поэтому я и говорю, что толстоногие все-таки я предпочитаю для ранних урожаев вырастить их проще. У них уже огромный здесь корешок, но я их еще даже не переваливала вот в такие стаканчики. А в этих огромные стоят у меня вот эти вот индотерминатные, которые выращивать сложно. Но они тоже нужны в теплице, тоже для раннего урожая. Хотя, хоть и не для супер раннего, но они будут самыми первыми. И еще один комментарий пришел, на который я не могу ответить. У нас же не бывает без капельки яда вот в нашем сообществе. Есть такие люди, которые придут, ну капнут маленько. Вот Римма Галуева после того, как я сказала, сняла видеоролик, что сейчас пора сеять рассаду, ту, которую мы выращиваем без пикировки, которую мы выращиваем там, ну, в холодной теплице или в тоннеле, что ее пора сеять. Она написала, что вот к сведению, что нужно выращивать самим, а не покупать рассаду, что покупная рассада, она дает урожай поздно, что никогда не получится сладких, сахаристых томатов, потому что все мы стараемся, вот она как, ну в мой адресе я как поняла, что стараемся выращивать вот эти вот с картофельными листьями, которые низкорослые, которые невкусные, не дают сладких плодов. Но я ей ответила, небольшой такой комментарий, сейчас я вам помечу. Вы не слушайте, когда вам так говорят, ведь всю рассаду мы выращиваем по-разному. Я, когда говорила про рассаду, про продажную, про низкорослую, толстоногую, я имела в виду именно те сорта, которые можно выращивать в тоннелях. Но ведь мы, когда выращиваем рассаду на продажу, мы выращиваем разные томаты, и просто условия выращивания у них разные. Например, я всегда крупноплодные, вот которые сахаристые, которые высокорослые, я выращивала в отапливаемой теплице, а те, которые толстоногие, выращивала в тоннелях. И когда человек приходит ко мне покупать рассаду, он имеет возможность выбрать или эти, или эти, которые можно обойти с дежурным уходом. И все прекрасно знают, какие сорта покупают, потому что все сорта подписаны. Но не может быть такого, чтобы ко мне человек приехал купить сорт, а я бы сказала, да я не знаю, какие это. Главное, что рассада красивая, так же не бывает. Вот особенно я, когда я торговала дома, у меня были постоянные покупатели, у них есть выбор. Он зашел в теплицу, посмотрел, вот это стоят индотерминатные высокорослые. Подошел, ну например, на улице к открытой грядке, там стоят вот эти, которые детерминатные, которые в открытом грунте. И ясно, что если у него нет времени на уход повышенный за индотерминатными, как вы говорите, вот сахаристыми, сладкими, он их сам не будет покупать, он возьмет вариант попроще. Это ведь все зависит от того, насколько вы заняты, огородник, есть ли у вас возможность за индотерминатными ухаживать или нет. У нас в сибирском регионе очень многие сами покупают рассаду вот этих детерминатных низкорослых. И Настенька, и Демидова, зная название сортов, зная, какие они будут, они их покупают, потому что они их удовлетворяют. Они как раз подходят у нас для сибирского региона, не боятся холода, они выносливые, неприхотливые. Поэтому никто, я думаю, ну я за себя говорю, я думаю, что никто из нас не выращивает специально ту рассаду, которая только красивее. Мы выращиваем всякую. Есть и посложнее, которая некрасивая в рассаде, есть и та, которая попроще красивая в рассаде. Но она просто получилась так, что она красивая, что теперь специально ухудшать ее внешний вид. Да, действительно, вот эти низкорослые, они все очень красивые, с мясистыми зелеными листьями, вот такие вот как яркая у них окраска. Но кроме того, они же еще неприхотливые, мы любим их за это. Ну вот все, до свидания. Просто я удивляюсь, что какой бы видеоролик не выложил, найдется человек, который скажет, Ой, это все делается специально для какого-то обмана, для того, чтобы выставить красивую и чтобы получились плохие невкусные томаты. Мне кажется, невкусных томатов не бывает. Все, до свидания.